Вывод о Боге, потому что это такая вот вещь, все пытаются сейчас обратить внимание, ученые там, они как-то увиливают, партийные деятели, они от этого вопроса уходят, вот о Боге, как, что, они говорят, ну вот церковь есть там, свечки, вот стоят в качестве подсвечников там, значит, в церквах и считают, что вот они с Богом там. На самом деле все это от лукавого, они напрямую не говорит никто, хотя многие ученые уже сейчас, ну в том числе ученые, вышли на понимание существования той надмирной реальности, которую люди называют Богом, и они опять-таки лукаво начинают говорить, космический разум, информационное поле Вселенной, вот лишь бы не сказать то, что люди уже давным-давно, значит, назвали Богом. Поэтому мы в концепции общественной безопасности прямо так и говорим, вот та надмирная реальность, информационное поле Вселенной, там космический разум, еще что-то, мы говорим Бог, вот. Поэтому говорим, что некий высший разум, Бог, существует, и мира, вспоминайте лекцию, общевселенская матрица возможных состояний, обладает качеством, которое многие религии приписывают Богу. Бог пребывает везде, и все пребывает в нем. Мера также пребывает везде, и все пребывает в мире. Вспоминайте вот тот вопрос, который фараон задал жрецам. Назовите слово, с помощью которого описываются все процессы во Вселенной. И знатоки-то не сказали, а жрецы сказали, это слово мера. Поэтому в мире пребывает вся материя, в ее различных состояниях, и материя неразрывно связана с информацией. Вот этот тезис о существовании меры, как изначальной категории кирпичика, который существует, значит, этот тезис соединяет науку и религию. Поэтому концепция общественной безопасности в своем фундаменте, вот философском, то, что мы рассмотрели в первой лекции, «Три единства материи информации мира», это серьезный тезис о снятии противоречий между существующим сейчас в нашем обществе, противоречий между наукой и религией. А что за этим кроется, вы представляете. Это снятие и противоречия между различными религиозными конфессиями, это войны и так далее. То есть это очень серьезная штука. Замечание какое здесь вот красные рамочки. Пантеизм, то есть те, кто называют «Бог есть природа», она, вот пантеизм, отождествляет меру, то есть Божье предопределение со Всевышним. Религии, отрицающие пантеизм, в принципе, меру воспринимают как наиболее общее средство управления Вселенной со стороны Бога. И вот по этой, по мере, протекает энергоинформационный поток от Бога, то есть Дух Святой. Ну, вот я что хочу сказать. Для первого восприятия, что вот если тяжело, то пусть хотя бы на первом этапе, вот, знакомства с концепцией, воспринимаете вот как пантеизм, то есть Бог это и есть природа, и все законы, существующие вот в мироздании, они же есть, эти законы природы, они вот и есть тот Бог, который управляет нами. То есть вот эти законы. А мы эти законы знаем не все, мы познаем их только. Но важно-то понять, что вот даже если мы признаем Бог вот в виде природы, то получается, что эти законы являются давлеющим фактором по отношению к нам. И пренебрегать этими законами, это то, что вот пословица говорит, против Бога не попрешь. Поэтому вывод отсюда какой? О смысле жизни людей. Ну, вот тоже я маленькое отступление сделаю. Вот в достаточно общей теории управления мы будем рассматривать такие категории, как цель управления, вектор целей, значит, достижение цели управления, устойчивость управления. Я для чего это говорю? Вот сейчас мы будем говорить, и не владея этим аппаратом достаточно общей теории управления, сначала вроде бы будет, ну, тоже тяжело воспринимать. Но потом, когда будем рассматривать основные положения достаточно общей теории управления, я все-таки буду вам напоминать вот то, что сейчас мы говорим, еще те, кто первый раз смотрит эти лекции и не знает терминологического аппарата достаточно общей теории управления. То есть цель управления всегда предполагает некую цель, без цельного управления не бывает. Оно может быть хорошее, плохое, но всегда, коль скоро есть передача информации, оно всегда имеет некую цель. Поэтому, если со стороны Вселенной на нас оказывается определенное информационное воздействие, значит, оно должно иметь цель. И вот, исходя из этого, о смысле жизни людей, рассуждения какие? Существование человека и человечества не бессмысленно, а имеет некое предназначение. Значит, и это предназначение обусловлено как частной матрицей возможных состояний биосферы планеты Земля, так и общей вселенской мерой. То есть на нас оказывается управляющее воздействие вот тех законов природы, того информационного состояния, которое нас воздействует, значит, как со стороны самой биосферы, так и всех ритмов космоса. И индивидуальность человека, и его вот предназначение, я уже говорил, каждый человек имеет свой отпечаток пальца. То есть это говорит о том, что каждый человек, дитя Божье, нет одинаковых людей. И смысл жизни каждого человека обязательно есть. То есть существование каждого человека не бессмысленно. И существование человечества в целом, как некой суперсистемы, тоже не бессмысленно. А вот уже забегая вперед, а узнать цель, ради которой ты существуешь, можно только у кого? У Бога. Но для этого надо вступить с ним в диалог. То есть войти, говоря языком радиотехники, там, в когерент. То есть то, что по терминологии священников, значит, наших церковных, ну, религиозных деятелей, стяжание духа святаго. Вот об этом тоже пойдет достаточно общая теория управления. Вот раз способности человека обусловлены генетически, то это равнозначно генетической обусловленности всей социальной организации людей, несущих некую культуру. Ну, то есть то, что я и сказал, существование и человека, и человечества в целом, не бессмысленно, а имеет некую цель. Поэтому все, вот это то, что мы сказали, выделяет человечество, то есть речь, мышление, значит, труд, реализация своих предумышлений в труде, все это выделяет человечество из животного мира. И поэтому человечество может сделать две вещи. Раз оно может вмешиваться, мы можем вмешиваться в природу. Построить тип культуры, приемлемой для замысла Творца, то есть для Бога, реализовывать его замыслы здесь. Либо погибнуть, породив неприемлемую для людей и иерархически высшего объемлющего управления культуру. То есть то, что вот я говорил, против Бога не попрешь. То есть либо мы в своей деятельности будем реализовывать те цели, которые имел Всевышний, создавая нас, людей и каждого, либо будем действовать против его воли, свои действия осуществлять, не согласуя с его целью. Ну а дальше, я говорю, как в народе говорят, против Бога не попрешь. Ну и уж если завершить эту мысль, давайте так, вот вопрос вам, каждому, кто смотрит. Вот сейчас мы как вообще говоря живем? А мы идем против. То есть вся культура, в которой мы живем, она угнетает и генетику, и разрушает биосферу, и вообще может наступить коллапс, когда, значит, существование человека будет поставлено под угрозу. Ну и после того, что сказано, значит, вот рассмотрим типы культуры. Значит, новый вид человека разумный вошел в ранее существовавший животный мир. То есть когда появился вот тот самый первый-первый человек, обладающий всеми качествами, которыми сейчас вот мы обладаем, он вошел в ранее существовавший животный мир. Поэтому мировоззрение, навыки были у него животные. То есть он руководствовался инстинктами. Это вспоминайте и сопоставляйте то, что во вводной лекции мы уже рассмотрели, типа психики. Животный строй психики, биоробота, демона и интуиции. То есть человечный строй психики. И вот эти навыки у него были близки к навыкам предков, прото-человеков. То есть то, что сейчас мы с вами и сказали, вспомнили. То есть инстинкты условные и безусловные, рефлексы. И все, больше ничего у него не было. Но в отличие от животного, у тех прото-человеков, значит, у человеков, от животных, у него уже был генетически обусловленный потенциал. То есть вот генетика и вот тот генетически обусловленный потенциал, который ему предстояло освоить. Причем освоить с развитием культуры. То есть вот вам это схематическое изображение генетически обусловленного потенциала развития культуры. Ему предстояло это дело освоить. Значит, примечание. Вот такая точка зрения подтверждает археологическими данными. В самом общем виде человечество может нести три типа культуры и жить некоторое время в трех типах цивилизации. Первое. Это технократическая цивилизация и культура. Что значит? Она вот современная нам. Мы в ней живем, в технократической. Чем она характеризуется в самом общем виде? Человечество стало невольником созданной техники. То есть вот мы вообще говоря, вот представьте себе сейчас, если в Москве, например, или в каком-то крупном городе перестанет, не станет электроэнергии, исчезнет вода, батареи отопления не будут греть, что будет? Вы представляете, что это будет? То есть мы заложники, некоторые уже не могут без техники там, не передвигаться, не питаться, ничего, так сказать, все. И в этом смысле люди стали человекоподобными роботами. Они невольники, они подчинены вот этой технократической цивилизации. То есть она ими управляет. Не человек главенствует и сообразует свою деятельность, а он уже подчинен вот всем тем ритмам этой техносферы. Технологическая. Здесь ее характеристика какая? Техника служит людям, а не властвует над ними. Значит, это уже другой тип психики у людей должен быть. Значит, и, наконец, третий тип культуры, когда биологическая культура сориентирована на освоение генетически обусловленного потенциала возможностей человеческого организма. Человек живет в ладу с биосферой, обходясь без протезов техники. Ну вот таким примером был, значит, Порфирий Корнеевич Иванов. Помните, он, так сказать, жил в ладу с природой, обливался там, дышал, ходил босиком поросей и так далее. Вот. То есть он жил в ладу с биосферой, подчинял свою деятельность ритмам биосферы, космоса и так далее. Если ранее на Земле существовали биологические цивилизации, то следов от нее практически не должно было быть. Но мифы остались. Вот мифы о золотом веке, об изгнании из рая после грехопадения. Это если цивилизация была биологической цивилизацией. И тогда, если это было так, мы же доподлинно не знаем, тогда мы повторно строим, значит, вот этот тип цивилизации, подходим к нему, находясь пока еще в технократической цивилизации и культуре. И вот после того, что мы рассмотрели, должны возникнуть вопросы. Первый. Что в развитии культуры благо? Вот посмотрите на все стороны нашей жизни сейчас, где мы живем, и задайтесь вопросом. Это благо для того, чтобы человек осваивал то, что в него заложено, то, что мы назвали генетически обусловленным потенциалом, или наоборот, неблаго? Ну вот, например, у человека есть мозг, и вы знаете людей, которые могут там хорошо считать, быстро проводить операции, а абсолютное большинство сейчас пользуются компьютерами. Так вот, вместо того, чтобы развивать то, что заложено в нас, природой, мы вместо этого делаем себе везде сплошь и рязом протезы. Поэтому надо видеть вот то, что в развитии культуры благо и что неблаго. И соотносясь даже вот с этим, сейчас технократическая цивилизация и технологическая, можно тот же компьютер персональный, который в принципе сейчас как бы хорошо, то есть там нормально, можно пользоваться им. Но когда ребенка с детства он уже оттуда не вылазит, то есть он и окружающего мира не видит. Его мир, значит, ограничен вот этими рамками персонального компьютера, экрана, а дальше он даже не представляет, что происходит, и с утра до ночи там сидит. Он заложник этого, то есть без этого он уже и обходиться не может. Значит, и что надо искоренять? То есть вот два вопроса, что в развитии культуры благо и что надо искоренить для того, чтобы реализовывать генетически обусловленный потенциал.